Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами вновь творческое объединение Посредник, я Сергей Райлган, и наш сегодняшний подкаст посвящен заключительной части трилогии Питера Джексона «Властелин колец», а именно фильму «Возвращение короля». И начать я хотел бы с эпиграфа. Король всех горокрестных, пещер ручьев и скал, вернулся наконец-то и править нами стал. Это из Хоббита, но вполне подходит и для «Властелина колец». Великий Джон Толкиен при жизни, скорее всего, был убежденным анархистом. Хотя встречается и иная точка зрения, но данное преобладает. Не случайно его произведения во многом завязаны на возведении на трон достойного и мудрого правителя. И лишь при его наличии наступает эпоха мира и благоденствия. Здесь можно вспомнить Дарина, Гевгелада, Барда, Дейна или того же самого Арагорна. Вместе с тем, писатель хорошо показывает, что начинает твориться, если вся полнота власти сосредотачивается в руках пусть и сильного лидера, но думающего только о себе и ставшего фактически заложником этой власти. На ум сразу приходят феодальные междоусобицы князей Нольдора, Арфа-Разон, да и Денатар в какой-то степени. Так каков же должен быть настоящий правитель, по мнению Толкина? Во многом ответ кроется в заключительной части и романа, и фильма, где есть один маленький, но очень значимый эпизод. Но обо всем по порядку. Условно можно разделить повествование, что в фильме, что в книге, на особые пути главных героев. Так вот, рассмотрим путь Гендальфа. Победа при Хельмовой паде – лишь одно сражение в ходе войны. Самонадеянный Саруман повержен и пленен, а в режиссерской версии убит, хотя в книге у него иная судьба, тесно связанная с Хобитанией. Оставшиеся члены Братства Кольца – Гендальф, Арагорн, Гимли, Леголас, Пиппин и Мэри на недолгое время вновь собираются вместе в Эдеросе и празднуют победу. Но на Востоке уже готовится ответный удар врага. Его ярость будет ужасна. Глупость и любопытство Пиппина позволят разглядеть планы Саурона, и Гендальф, подобно доблестному сотруднику МЧС, сразу мчится в Миностерит, прихватив с собой непоседливого Хоббита. Кстати, в книге Арагорн вполне нормально использовал палантир и даже общался с Сауроном, фактически бросая ему вызов, безо всяких там драматических моментов, с разбивающимся кулоном, как в режиссерской версии. Итак, Гендальф скачет на белом коне в Гондор, раздав ценные указания и Теодону, и Арагорну. Опять королю Рохана придется собирать войско и быть готовым идти на подмогу восточному соседу. И Теодон сдержит слово, хотя видно, как ему тяжело дается это решение. Наместник Гондора Деннатор, папаша Боромира и Фаромира, в фильме предстает еще большим кретином, чем король Трандуэлл в Хоббите. Уже лишившись одного сына, он спешит угробить второго, отправляя его на верную смерть, отбивать у врага Асгилет. До этого еще Гендальф немного погоняет Назголов, Света Мистери. Жаль, что он его больше не использует. И непонятно почему. Сцена гибели, а считай раз стрела, всадник в Гондора, одна из самых грустных в фильме, особенно под песню забритого в армию по собственной дурости Пиппена. Правда, парнишка сделает одно доброе дело и подожжет таки сигнальный костер, который должен призвать армию Рохана на помощь. Сцена с загорающимися огнями величественная и даже немного торжественная. И Рохан явится. Цитата короля Теодена. Раненого Фаромира принесет в минус стилит верный конь, но его любящий папочка не придумает ничего лучше, чем спалить и себя, и сына на погребальном костре. Живьем. Вот тот еще маразматик. Благо Гендальф мешается и немножко поучит его уму-разуму при помощи посоха. Давно бы так. Правда, обезумевший наместник все же загорится и спрыгнет со скалы маленькой пылающей точкой на фоне бесчисленной орды войск врага. Но Фаромир останется жив. До того, как Рохан явится, Гондору будет очень нелегко. Саурон осадит минус стилит и достаточно успешно. Вообще, Возвращение короля, наверное, самый зрелищный фильм в плане показа осадок крепостей. Даже в наше время сложно вспомнить какое-либо другое художественное произведение, сравнимое по уровню эпичности в данном плане с Властелином колец. Под мудрым руководством Гендальфа город держит оборону. Без летающих назгулов все было бы вообще хорошо, но эти твари существенно вредят защитникам. Особенно главная тварь в шипастом шлеме. Ангморский король-колдун. Один эпизод с его участием абсолютно справедливо вырезан и есть только в режиссерской версии. Надо же было додуматься, что этот прислужник Саурона сумеет уничтожить посох самого Гендальфа Белого. Но это глупость. Назгулы против Гендальфа слабые. Он их гонял по канону еще до перерождения. Ну да ладно. Враги прикатили огромный таран с волчьей головой. Монументальная осадная машина и название соответствующее. Гронт. Made in Mordor. В честь молота подземного мира. Оружие самого Моргота. Против такого никакие ворота не устоят. Рассмотрим теперь путь Арагорна. Пока Гендальф орудует на передовой, странник занят решением вопросов тыла. Мимоходом он однозначно дает понять Эовин, что рассчитывать на взаимность она не может. Все взрослые, так что без обид. В том числе и по этой причине девушка решает притвориться воином и последовать за своим дядей и Арагорном в Гондор. Себе в сообщнике она берет Мэрии. Его в отличие от Пипина в армию не забрили, а признали негодным к строевой. Но сигнал о помощи уже пришел, так что Теодин спешно собирает конников в лагере Дунхарру. Но их очень мало. Хотя достаточно, чтобы героически умереть и утащить много-много врагов с собой. Это же воины Рохана. Они рождаются в седле и всегда готовы принять смерть в бою. Однако боевой дух несколько упадет, так как Арагорн применит любимый трюк Гендальфа, то есть сбежит перед битвой. Но у него есть для этого причина. Будущий тесть Элронд заявится и даст ему ценные указания. А еще подарит... Нет, не новый Мерседес, конечно, а перекованный Норсель. Тот самый меч, которым Исилдур срубил палец с кольцом с руки Саурона. Теперь клинок носит имя Андрилл. Пламя Запада. В книжке Арагорн получает его еще в Ривенделле, но здесь решили сделать по-другому. Элронд поведает об армии проклятых, таящейся в горах. Фактически, это единственная сила Средиземья, еще не задействованная в войне. И подчиняться они будут лишь законному королю Гондора. Арагорн уходит в пещеры, естественно, с Гимли и Леголас, провожаемый недоуменными взглядами товарищей по оружию. Неразлучная троица, прямо как трус, балбес и бывалый. И обнаруженная Арагорном армия проклятых, таки подчинится некоронованному еще королю и пойдет за ним перехватывать корабли пиратов Умбара. Этот эпизод есть только в режиссерской версии. Да, кстати, тем, кто его недолюбливает, Питер Джексон сделал подарочек, сыграл эпизодическую роль пирата, которого пристрелил Леголас. Мертвецы легко уничтожат пиратов, так что с этой стороны подкрепление Саурон не получит. Но вернемся же на Пеленорскую равнину. Войско Рохана прибывает и застает очень печальную картину. Все пространство занято полчищами врагов. Город тоже. Остались только небольшие очаги сопротивления. Гендальф с Пипеном готовятся к последней схватке. Странно, почему Гендальф не колдует. Пара фаерболов были бы весьма кстати. Оценив ситуацию, Теоден отдает приказы Эумеру и другим командирам. А потом призывает своих воинов на смерть. Воистину, роханские конники заслуживают самого высокого уважения, как и их король. И ведь почти победят. Равнину-то они зачистили. Орки трусливо сбежали к пристани, если успели. Но на арене слоны. Большие, злобные и очень-очень опасные. Против таких сложно представить эффективную тактику боя. Разве что градом стрел накрыть. Но Теоден и здесь не теряется. Хотя чего только стоит его выражение лица, когда слышатся звуки рога в войск Харада. Ну что опять? Он командует и перестраивает свое войско. Ни секунды промедления. Снова в бой. Но тут появляется другой король, который колдун. Как налетить на своей летающей гадине и свалит Теодена. Да еще и лошадью беднягу придавит. Если бы не вмешательство Эовин, то поедание тела ее дяди было бы весьма вероятным. Но смелая девушка встанет на пути врага и сразит его с небольшой помощью Мэри. Роханские женщины-воины так же крутые, как и мужчины. А король Теоден, к сожалению, умрет от полученных ран. Жаль. Искренне очень жаль. Точку в битве поставит Арагорн, наконец-то появившийся со своими ходячими трупами. Их ничем не убить, зато они всех лупят просто отлично. Битва выиграна в последний момент, но война еще не окончена. Грядет битва у черных врат. Остатки сил света собираются в свой последний поход. Шансов на победу нет, но это позволит отвлечь внимание от Фродо, который так близок к своей цели. Вспомним же о нашем славном хоббите и рассмотрим путь Фродо. Его и Сэма все эти масштабные сражения особо не касаются. Они продолжают свой нелегкий путь, приближаясь к цели и понимая, что это путь в один конец. Идти им приходится по территории врага, среди мрачных безжизненных пейзажей в темноте, окутавшей все вокруг. День и ночь почти не отличаются друг от друга, а кольцо становится все тяжелее. И тут еще коварный смягул строит козни. С одной стороны, он покажет обходной путь мимо Минос Моргула по тайной лестнице, а затем через туннель. Но забудет предупредить об ужасной паучихе Шелоп, обитающей там, и предварительно поссорит Фродо и Сэма. Злобный толстый хоббит поймет все лишь на обратном пути и бросится к своему товарищу на помощь. Но будет немного поздно. После неравного боя Шелоп, Фродо лежит замотанный в кокон из паутины, точно мертвый. Сэм также подумает, озвереет от ярости, возьмет жало и вспорит мерзкой твари брюхо в честной схватке. Сэм умный парень. Кольцо он с тела тоже предусмотрительно заберет. Потом, когда придут орки и обнаружат Фродо, он затаится и узнает, что его друг жив и всего лишь находится под действием парализующего яда. Нужно спасать. В книге Сэм колеблется, но использует кольцо. В фильме же обходится без него. Но в любом случае Сэму и с храброй воспользуются дракой между орками-охранниками, перебьет оставшихся в живых и спасет своего господина. И даже вернет ему кольцо. Я не могу нести кольцо, но я понесу вас, господин Фродо. Цитата Сэма. И почти дотащит. На собственной спине. Но в самом конце пути их будет ждать Смиагол, Горло. Да, судьба Средиземья решится отнюдь не в отчаянной битве у Черных Врат, а в сражении двух измученных хоббитов с жалкой скользкой тварью. Но все равно, прав был Гендальф, когда говорил о правильности поступка Бильба, не убившего Горлума в свое время. Он сможет еще считанные мгновения подержать прелесть в руках и сгинет вместе с ним в лаве Огненной горы. Миссия выполнена. Око Саурона взрывается, а твари в панике разбегаются. Фродо и Сэм ждут неминуемой смерти, лежа рука об руку и вспоминая свой милый далекий дом. Очнутся они много позже, прямо к ронации Арагорна. Да здравствует король. Арагорн восходит на престол. И вот этот человек, обретший трон и славу, одетый в сияющие доспехи, подходит к маленьким хоббитам. Что он должен сделать, скорее всего? Конечно, похлопать их по плечу, снисходительно улыбнуться и сказать покровительственно что-нибудь типа «Ваш вклад в победу очень значительен». Но что это? Король становится на колени? Он склоняется перед полуросликом? Как же так? Мне кажется, что именно этот момент является ключевым. Великий воин и правитель ставят Фродо выше себя, так как понимает, что для победы недостаточно силы только лишь оружия. Важно то, сколько хоббит пережил мучений ради всего Средиземья. Он с самого начала добровольно взвалил на себя крест и дошел до цели, фактически пожертвовав жизнью. Да, тела Фродо и Сэма спасли орлы, но это были уже другие хоббиты. Подобно Гендальфу, они фактически переродились. Те двое веселых парней Шира умерли на черных скалах среди кипящей лавы. И кто скажет после такого, что Толкин не был верующим человеком? Христианские мотивы здесь очень явно прослеживаются. Фродо и Сэм будто прошли сквозь ад, прошли и принесли всему миру спасение. А Арагорн, конечно, истинный король. Возвращение в Шир и последующий исход из него Фродо вместе с Бильбо и Гендальфом наполнены какой-то светлой грустью. Грустью в предвкушении финальных титров и скорого расставания с полюбившимися героями. Так что пора нам проститься со сказочным миром, созданным великим творцом и перенесенным на экраны прекрасным режиссером. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание.